Здравствуйте, уважаемые садоводы. Огородники мечтают о вкусных и красивых огурчиках, но по факту нередко получают горькие, причудливо выгнутые овощи, которые еще и расти в нужных количествах не желают. От такого урожая хочется плакать и больше никогда не браться за выращивание зеленых плодов. Наши советы помогут вам сделать все правильно и с удовольствием наблюдать, как созревают хрустящие огурчики. Итак, первый совет – грамотно увлажняйте огурцы. Именно нерегулярный и недостаточный полив, а также холодная вода чаще всего становятся причинами выработки в огурцах кукурбитоцина. Это вещество отвечает за горечь. Чтобы не приходилось морщиться и чистить молоденькие огурчики, всегда держите на готове емкость с отстойной теплой водой для полива. Поливать огурцы нужно пару раз в неделю, в зависимости от погоды и типа почвы. Желательно, чтобы она всегда была умеренно влажной, не пересыхала, но и не превращалась в болото. Землю поливают в рядах, промачивая ее на 20 см, а вот под корень стараются не лить, чтобы он не загнил. Хотите опрыскать водой или слабым раствором удобрения листья огурцов, делайте это после 6 вечера. К этому времени воздух начинает остывать и солнечные лучи уже не прямые. Следующий совет – соблюдайте температурный режим. Не каждый регион в нашей стране может похвастать наличием продолжительного периода погоды, так как для роста огурцам необходима среднесуточная температура выше 15 градусов. Корневая система огурцов лучше всего развивается, когда почва прогрета до 25 градусов, а больше всего завязей появляется при температуре 30 градусов. При этом важно помнить, что когда воздух горячеет 35 градусов, пыльца огурцов становится стерильной. А вот если температура держится несколько дней 10 градусов, то огурцы начинают страдать от многочисленных заболеваний. Поэтому, если прогноз погоды неблагоприятен, а огурцы вы выращиваете в открытом грунте, замульчируйте их, установите дуги и накройте плетни плотным спонбондом или пленкой. На самые холодные ночи предусмотрите емкости с горячей водой, уложенные в междуряде. Следующий совет – защищайте огурцы от ветра. Огурцы не любят сквозняк и ветер. Они отдают предпочтение неподвижному влажному воздуху. Если в теплице и парнике обеспечить им такие условия довольно легко, то в открытом грунте могут возникнуть проблемы. Ветра, как и перепады температуры, вызывают заболевания огурцов и горечь плодов. Чтобы защитить свои растения, прикрывайте их легкими переносными щитами с наветренной стороны или высаживайте в тех частях огорода, где не бывает сквозняков. Следующий совет – обеспечьте огурцам полноценное питание. Понять, что вашим огурцам чего-то не хватает, можно по изменению цвета листьев и формы плодов. Но порой дело не только не в хватке питания, но и не в соблюдении норм выращивания. Например, нехватка азота – кончик огурца растет светлым, зауженным и загнутым. Нехватка калия – плоды приобретают грушевидную форму. Нехватка питания – пучковые сорта огурцов сбрасывают часть завязей. Неравномерное увлажнение – у огурца посередине появляется перетяжка, как талия. Чтобы плоды огурцов были ровными и красивыми, необходимо своевременно вносить в почву разнообразные подкормки и несколько раз за сезон чередовать их с некорневыми. Для этого вам потребуется органика и специализированные удобрения для огурцов. Вносить перепревший навоз или композ в грунт требуется до посадки огурцов. К магазинным удобрениям относятся сударушка, великан, агрикола, биомастер. Заменить их можно всегда народными средствами подкормки для огурцов. Следующий совет – защищайте огурцы от болезней и вредителей. Мучнистая роса и ложная мучнистая роса – мозаика и корневая гниль. У огурцов немало заболеваний, которые особенно быстро поражают растения в теплице. Большинство из них проще не допустить, чем вылечить. Поэтому всегда протравливайте посевной материал или покупайте его уже обработанным. А также регулярно проводите дезинфекцию теплицы хотя бы раз в сезон. Удаляйте все растительные остатки. Опрыскивайте посадки 1% раствором бордосской жидкости и выбирайте сорта и гибриды, устойчивые к большинству заболеваний. Если народные средства от огуречных вредителей, например, опудривание золой или опрыскивание раствором зеленого мыла, не помогают, то переходите к химическим препаратам. От насекомых помогут Искробио, Агровертин, Фитавир, Пегас. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!